ребята всем привет вообще что-то как-то это не айс снег валит настроение на лучшем уровне в общем когда лето будет я не знаю у нас до сих пор идет снег и по прогнозу погоды мы остаемся в полной жопе еще до четверга следующей недели так ладно чё нам прогноз погоды заявил что сегодня радостный день со снегом это значит что панчи то будет опять грязный постоянно мою машину блин это в неделю у меня получается где-то касать вылетает только на мой сейчас выехал по своим делам время у нас 8 8 почти 48 40 еще туплю надо попить кофе о круто сигареты так кофе замерзла надо выкинуть так теперь на часто задаваемые вопросы в комментариях почему не снимаю видео блин ребята такая погода гаваняш на снимать практически не хочется потому что нет солнца блин этот снег постоянно летит да и в принципе что-то мы присели на эти стримы вот я думаю что стримы будут продолжаться но на белкином канале так как она канал у меня отжала вот решили что стримы будут проходить там ну и на автомобильном то есть пацанами это с пацанами то есть там семейный стрим здесь типа наш пацанский так ладно чё ребятушки поехали яндекс пробки нам говорят что димон сегодня все надо мне скачивать так 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 6 баллов круто посмотрим что за 6 баллов сейчас за кофейку кстати ребята вконтакте группа там дофига видосов ой блин вот это вот жопа смотрите кстати вот такие видосы вообще да супер пацаны так а это чего у нас тут деревья решили пилить ну вы ребята вообще красавцы как всегда забил полный делают здесь сранчос и они решили деревья подстричь все равно эти деревья летом полностью я проезжаю когда здесь они в грязи и все равно вид красивый такой ландшафт получается вот они вот такие виде выросли он представляете женщины идут надевают на ноги бахилы чтобы здесь вот пройти да все таки погода нифига не радует да есть какая артыш ребят проезжаю во дворах ну так у нас снег уже почти сошел грязи сюда не айс картинка не айс здесь у нас ребят находится федерация спорта здесь у меня друг был заслуженный тренер россии по пулевой стрельбе и сейчас короче где-то они на охоте были и короче на волгаре разлохматились самое не хочу но как он утренний зоопарк блин источные ямы не работают да и в принципе их наверно здесь и нет поэтому вот такая кишка дня происходит здесь у нас видите такие вот домишки стоят написано что охраняется законом он какой-то памятник архитектуры надеюсь походу все дома памятник архитектуры а ну вот еще более-менее зажиточный это вообще смотрите хрен знает чё такие ужасы почины происходят в городе омске а почему здесь продвигаясь в частом районе потому что там пробки здесь вроде как нет дорога конечно разбито учитывая там где я проезжаю по дорогам кстати вот домишко нет не вот это вот 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 этот вот смотрите нравится мне такой нормальный прям такой какой-то дворец какой-то непонятный а вот смотрите вот хотел показать видите трубы зарчат это я так понимаю в этом доме у всех стоит печка или или че я не знаю блин как вообще там люди живут я вот я могу представить меня кори фан по моему гульяновский живет я живу вот наподобие в таком доме и прикиньте там очко на улице представляете ужас ужас кошмар кошмар кстати ребята зарегистрировался в экзисте я не знаю там может кто-нибудь из вас пользуется а раньше я пользовался экзистом заказывал то есть запчасти и блин у нас есть короче реактор в омске ну и вроде как они утверждают что у них цены гораздо дешевле типа найдете дешевле там чуть ли мы не вернем стоимость какой-то бред рекламный написали кстати вот сейчас я вам покажу еще один домик здесь здесь кстати люди живут еще вставляете номер 48 не помню как это улица называется ну вот прикиньте в таком доме как жить вообще минута молчания ну так и вот про экзист хочу зарегистрироваться в экзисте и попробовать заказать запчасти раньше по моему можно было я намеренно заказывал комплект ходовой ну и то есть было удобно что там все резиночки все тяги рычажки потому что на ров 4 то можно все как бы по отдельности брать а вот намеренно у меня нифига у меня если рычать берешь что он полностью в сборе а там у меня получалось задние два я брал и передние 4 там снизу и сверху идет многорычажка подъезжают десятилетию блин здесь по моему где-то кофеек можно вцепить да 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 он с правой стороны там таксисты тормозят и там можно кофейка короче вцепить о да кстати как вам этот номерок ну типа читаем блин вот люди выходят до из машины ну посмотрите номер блин у тебя же мусора тормознут по-любому в общем сейчас за кофе так чё еще хотел вам рассказать такого полезного в моем говно влоге до группа вк ребят подписывайтесь то есть группа существует давно но народ что-то как-то не тянется есть там люди у нас все как бы но как-то нет активности вы давайте там выкладывайте свои фотографии там машину я не знаю там интересные моменты гифки какие-то вот с омска у нас парни там гифки выталкивают но вообще я только рад если вы будете свои автомобили выставлять ну или там что-то где-то купили в общем давайте прокачиваем есть у нас инстаграм есть у нас вконтакте есть у нас twitter telegram есть блять я даже одноклассники сделал прикиньте в одноклассниках кстати стримы проходят по утрам да кстати сегодня что не стремлю да и погода блин такая уродская вот получается что в одноклассниках на стриме блин по 700 800 человек приходит вот я их не могу из одноклассников запихать на youtube так туда давай чуваку так разойдемся целью вот ребята вот она таксишная площадка засрали все в усмерть таксисты блин вы чё такие как свинюшки то смотрите вот как я че должен выйти и пойти за кофейком были вообще представьте подъехал падла попил чай и выкинул тут же ничего за бред то бы уважаемые таксисты города омска я вас конечно ценю и уважаю ну вот за такой срач ребята но это же центр города ладно я там к администрации ничего не говорю что здесь парковка не парковка вообще ну сральник то нафига такую разводить капец вообще капец ланов не будем грустно надо кофейка взять чуть-чуть и дальний свет включил ну ася пупкин сейчас посмотрим что на улице он сидит таксисты как вот пробираться обзбет то уже все все вышатал и блин вода закончилась это у нас жуковский мост не знаю вроде как ночью они вот обладали что-то делать но на него и сейчас латают вообще как-то странно в омске с дорогами в этом году я не спорю а да вот они кстати подладали здесь ямище было центр города вот где администрации естественно все вылизывают если брать допустим районы которые находятся ну типа в гетто но это центр города я называю гетто потому что на отшибе района гораздо круче да пускай там до центра города ехать долго там минут 20-30 мы были ну них там чистота и порядок то есть детям сделано все практически то есть там горочки качели если я вам покажу наши горки качели центре тула фигеете хотя в принципе да по стоимости как бы центр города считается дороже полин поэтому я и хочу уехать из омска и вообще где-нибудь взять в пригороде в деревне домики вообще наслаждаться и тогда влоги будут нормальные я же люблю еще готовить допустим там вышел пожарил мясо или там кабанчика какого-нибудь ну в общем хуйни какой-то наговорил иду по графику сегодня у меня в планах проехать по своим всем бизнес делам а то я что-то с этой зимой вообще как медведь упал в пачку провалялся на диване блин толком влогов не писал что-то вообще как-то захерел чё лежу смотрю блин фильмы там ничего не делу ничего не монтирую белка компьютер отобрала собака она там сейчас работает с людьми делает монтаж за денежку вот и поэтому мне нифига не дает время монтировать видео так что ребят не знаю даже вот сегодня она по моему будет с американцами там созваниваться решать какие-то вопросы по поводу youtube канала в общем там у них какие-то вложеки будут делаться оформление каналов ну короче занимается полностью с девушкой и и каналом так сказать работа а я не знаю придется вернуться в старый режим ну пока белка занята буду монтировать на телефоне кстати я на телефоне когда монтировал вроде как народ не жаловался говорил что все айс кстати вот сюда я как-то ходил в спортзал я вам скажу что-то как-то не очень не понравилось мне все такие какие-то гламурные такие все модные типа заходишь в спортзал тебя там оценивают смотрят там какие у тебя там кроссовки там сколько они стоят там какой у тебя телефон в общем такие сливки общества города омска типа зайдешь там как босяк но я обычно-то одеваете семейные трусы с такими ляпистыми там подсолнухами там футболка у меня там динамо все все на ворот и кроссовки такие кеды наши черные ну вот ну и вроде как нормальный пацан пришел такой дохлик заниматься вот кстати ребята всем передаю привет кто новенький ну и как-то блин что-то мне не то что стрёмно мне стрёмно заниматься вообще в принципе в таком спортзале какого хрена у меня вода кончилась блин этот пылесос мне блин запоносил все окно падла ютонг ютонг ну блин не знаю как насчет вот этих ютонг что он кореец или кто он вообще ребят напишите в комментариях что за автобус ютонг наверное скорее всего кореец может китаец хрен знает так чё у нас блин дальше блин дорога расхераченная вся вообще это обеззна зимой вообще как бы ну не ощущалось что она раздолбанная вся сейчас все потекло и просто какой-то шиндец ну здесь еще более-менее нормально блин кстати у меня вода закончилась все размазалось вот надо же блин самый нормальный такой ответственный момент когда много движников у меня заканчивается вода ешкирный папа я вам спасибо еще брызгали вот сейчас начнется все прелести жизни блин уж лужу заехать давай ну чё ты блин на стекло брызгай еще на стекло да мне похуй вот норма протер протер почернель вот слышите да это у нас дороги блин такие суперские ой блин еще хлеще размазалось а блин почему когда я хотел показать дороги блин раздолбанные блин все размазюкалось дорога ребят называется кишка вот видите здесь они что-то пытались засыпать я вынужден вот объезжать да вот такие ямы ну да они что там пытались засыпать но ничего у них не получилось и на этой кишке постоянной аварии потому что народ не справляется с управлением но это те которые вот сели первые да такие фантики ну вот он ползет еле-еле душа в теле чего он там поворачивает куда он там отворачивает и вылетают в трассе а тут шаг в сторону видите солончак и их выносит кстати вчера я выезжал с аэропорта и чувачок вот так же ехал и попал на край дороги а там грязище солончак прикиньте машину как мотануло ее в общем-то вниз и в дерево короче капотом я так понял машина служебная что-то там кого-то он там возит но в машине короче как пришел ой блин ну вот как вот блин в общем трэш а ехать здесь приходится потому что на семидесятилетии пробки его озера какие то блин так ну чё парни мне надо влево если чё окей вот сразу болото вам и пошел элитный райончик ну с правой стороны более-менее район с левой стороны конечно все старье стоит здесь не знаю что то все что то они мутят крутят копают такие вот дела почему ну вот такой грязный вложек а вы спрашиваете почему я не записываю видео блин а где записывать вот в этом говнище посмотрите ха 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 блин вообще я был ребята в Тюмени там такие дороги такая чистота короче блять респект вам и уважуха елтеть читаю реги 55 омский такой автопортал пьяная студентка напавшая на росгвардейца получила один год лишения свободы блин а ты чё на туне я представляю студентка подошла блин к росгвардии чуваку который прошел там все на вороты да и дай ему с ноги и получила год условно я вообще в ауте вот так ребят сибирские баба они такие страшные женщины и так перелопатил весь интернет youtube ничего нового даже можно сказать вообще ничего нового так кофе тайм ненавижу такие стаканчики во первых поставить некуда и я помню когда на мере не гонял такие стаканы ставил и они постоянно разливались то есть это жалкое зрелище было ништяк так ну на этом берегу ну такой смешной дядька не но он реально смешной такой ну я по-доброму говорю что смешной по-доброму я не говорю что он там вообще инвалид ну как то так по-доброму к нему отнесся блин я все время забываю что я хотел сказать а я сейчас еду на другой берег там у меня еще пару вопросов и и надеюсь в 11 утра я закончу свой бизнес тренинг и поеду домой белка блин может не даст какие то там пару часов чтобы смонтировать для вас этот ролик в чем я капец как сомневаюсь и наверное придется мне монтировать на моем чудесном новом айфоне блять купил уже третий айфон один айфон у меня сейчас стоит как я его назвал планшет мини мини то есть я хотел купить себе планшет эпловский который у меня был но у меня отняла дочка и хотел купить планшет но так как у меня телефон который я купил накрылся в ремонт я его решил не сдавать так как он через вайфай работает и мы с белкой решили что у нас будет новый айпад мини мини то есть есть айпад мини а у нас мини мини вот на этом телефоне я теперь буду наверное как я понимаю монтировать другой айфон у белки это учитывая то что два айфона мы просто хлопнули в новый год они аж погнулись там восстановление не подлежит и в общей сложности получается пять а и еще самсунг галакси которые купили маме и самсунг тоже галакси джей по моему блин я не помню уже джей три или джей четыре короче дочки взяли в общем потрачено до хера толку ни хера итак головная боль закончилась время десять ноль две утра ну я в принципе так и думал что я все закончу именно в это время сейчас поеду скотиняком пожирать возьму и наверное буду монтировать этот вложек у меня даже еще кофеечек остался так потом еще че наконец то я раскачал свою задницу снимать влоги она на самом деле как бы как сказать вроде как и хочется снимать но блин с такой погодой с таким каким то серым веществом в голове блин реально все серое все какое то блин гнусное позорное вот как то приходится себя раскачать иной раз видосы записываешь один за одним такие коротенькие там по пять по шесть минут иной раз как допустим сегодня да я вот решился снять блин меня так бесит когда вот так вот разговаривают вот так вот берут телефон и разговаривают это я че там уж не понимаю ну блин ну это че пибикаешь вижу то есть это прикольно включить громкую связь чтоб тебя фолмира слышала о чем ты разговариваешь и орать на улице это это пиздец какой-то в общем раскачал и сейчас буду продолжать какие планы на будущее планы на будущее съездить в Пермь это мы уже говорили потом съездить к нашему омскому омскому подписчику а по-моему село Таврическое или Тавричанка я не помню это недалеко можно съездить сделать обзор его машину кстати привет передаю тебе и твоей семье детям собакам курям коровам козам ну не знаю короче всем подряд кто там есть рядом соседям а ништяк соседям передаю плавенный привет а съездить в Акунево нас просили показать так сказать обширную нашу омскую область блин ну и просто наверное записывать влоги а там куда нас черт занесет хрен его знает может быть в Новосибирск мы съездим планировали на море короче блин за три месяца лета столько планов и я не знаю ну перед этим естественно надо пончито полностью перебрать ну то есть если в дальний путь поедем так сказать такой дальнобой да на легковой машине и надо будет полностью перетрясти ходовку не важно там целые запчасти или резиночки то есть не в этом дело все полностью перетрясти сделать диагностику двигателя сделать диагностику вообще всего все что возможно обязательно поменять фильтр фильтр поменять потому что его хватает на полтинник потом начинает чихать и пукать и еще у меня такие маленькие подозрения есть по поводу бензонасоса все таки наверное надо поставить оригинал то есть он как бы стоит японец но японец ли он хрен его знает сейчас у нас непонятная ситуация с запчастями что народ говорит что это тойота то есть блин в китае тоже можно написать тико и будет вам RAV4 в тиговском кузове ну и в принципе все наверное давайте почемы пока я надеюсь я надеюсь буду продолжать в таком же духе потому что народ просит видео а я обленился ну и не знаю там как белка сейчас будет парить меня походу она еще сейчас у меня камеру отберет чтобы снимать свой этот прочка влог короче что-нибудь замутим давайте покидываем что я не знаю Продолжение следует...